добрый день с вами снова на связи валерий иванов и сегодня я хочу рассказать вам о том как провести верификацию вашего кошелька в платежной системе пайза в прошлом занятии я рассказал и наглядно показал как можно зарегистрироваться в пайзи и открыть свой кабинет на статусе стартер почему стартер напомню еще раз дело в том что если вы открываете на стартере ваш начальный пакет то тогда первые 400 долларов которые вы отправляете по своему кабинету они проходят без процентов если вы не планируете пропускать большие суммы то в общем то удобно использовать этот небольшой бонус от пайзы чтобы провести небольшие суммы денег итак вы вошли в свой кабинет есть два варианта вариант первый вот здесь внизу у вас пока аккаунт не верифицирован появляется надпись check your verification статус и вот здесь в правом верхнем углу у вас есть андри файт пометочка такая что аккаунт вас не верифицирован либо здесь в большой зеленой кнопки главная кнопочка после нажатия которой появляется все рабочее меню вашего кабинета пальцы такие маленькие пометочки оранжевые они говорят о том что вам нужно сделать в первую очередь у вас не добавлено в кошельке ни одной карты не указан банковский аккаунт и менеджер веб-сайт это все-таки для больше для бизнеса поэтому мы пока вот вот этой вкладочки третьего столбика мы трогаем и мы касаться не будем это уже другой уровень если вы начнете работать по крупному я думаю найдете инструменты по управлению менеджем бизнес сайтом и так вот здесь после нажатия кнопочки у нас появляется меню verification нажимаем сюда и первое что нам предлагает пайза это ввести или привязать хотя бы одну карту хочу обратить особое внимание партнеров на разницу между терминами верификация аккаунта и валидация карты это совершенно разные понятия валидация карты это проверка карты на работоспособность и на платежеспособность а верификация аккаунта это более глубокая процедура и связано совершенно другими действиями и выполнить верификацию аккаунта намного сложнее чем провести валидацию карты. Сейчас мы сделаем валидацию карты, после чего я расскажу, что такое верификация аккаунта. Итак, нажимаем кредит-карт валидейшн, кнопочку. Нам нужно ввести имя, фамилия, владельца карты, которую вы собираетесь привязать. Да, обратите внимание, PAYSA работает только с картами Visa Card. Вы, в принципе, можете привязать сюда MasterCard. Да, можете. Они у вас будут значиться в списке, но деньги вы с них завести не сможете. Почему так? Служба техподдержки внятно не смогла на это дать ответ, хотя я им писал письма с просьбой разъяснить ситуацию. Итак, вводим номер карты. После введения номер карты вводим срок действия карты. Вот здесь expiration date. И дальше нажимаем кнопочку next. Карта привязана. Теперь нужно пройти процедуру валидации. Что делается в этот момент? Нажимаем галочку buy checking cheese box. Нажмите сюда, если вы принимаете условия использования карты. Нажимаете submit. Дальше. Validate credit card. Вы можете либо провести валидацию, либо добавить еще одну карту. Хочу обратить ваше внимание. То, что вы можете привязать максимум три карты. Если у вас будет привязана парадокс в том, что если у вас будет привязана три карты, и все три карты будут мастер-карт, по какой-то невнимательности вы это сделаете, то большее количество карт вы привязать не сможете, а с мастер-карт вы не сможете завести ни копейки денег. Да, вот как-то так вот здесь в базе сделано. Чтобы устранить ситуацию, вам придется писать письмо в службу техподдержки, чтобы удалить эту карту. Самостоятельно, даже если вы удалите карту из кабинета, есть такая возможность удалить карту, но она перестанет появляться у вас внешне. Однако в памяти системы она останется как привязанная карта, и вам система не позволит привязать большее количество карт. Пишите письмо, у вас эту карту от вашего кошелька открепляют, и вместо нее вы можете привязать карту визы. И только с карты визы вы можете завести сюда деньги. Мастер-карт виза не... Мастер-карт пайза не принимает. Итак, дальше. Validate credit card. Процедура, в общем-то, несложная. Что нужно будет вам сделать? Вот посмотрите, лимиты. Что вы можете сделать? Какие лимиты есть? Месячный лимит у вас есть. Использовано 0 долларов. Вы можете... Вы внесли уже 0 долларов. И общее количество 0 долларов. Почему? Потому что карта у вас не валидирована. Нажимаем вот на эту строчку Validate card. После этого система направляет вам запрос на снятие с вашей карты суммы в размере от 1 до 2 долларов. Вот смотрите, есть Validate Batcherch, то есть валидация через внесение денег. Нажимаем опять на зеленую кнопочку. Здесь нужно будет ввести код безопасности вашей карты для того, чтобы система могла списать с вашей карты какую-то сумму денег от 1 до 2 долларов. В процессе валидации карты у меня возникли определенные сложности. Появилась ошибка, говорящая о том, что невозможно снять деньги с моей карты. Единственное подозрение и разумное объяснение, которое могу этому дать, то, что это виртуальные визы-карт. Я завел ее в кабинете QVC кошелька Kiwi. Карта выдается абсолютно бесплатно. Это виртуальная карта, ее на самом деле в природе такой не существует. Предлагается два варианта. Либо провести автоматическую валидацию карты путем внесения суммы от 1 до 2 долларов, либо можно отсканировать лицевую и заднюю часть карты и сканы отправить в службу техподдержки. В течение нескольких дней ваша карта к вашему кабинету. Были просто проблемы с виртуальными картами в кошельке Solid Trust Pay, они отказывались их принимать. И теперь, видимо, делать дошло до пейзы. А раньше, в общем-то, мы работали с этими виртуальными картами Kiwi и никаких проблем не было. Дошел до ближайшего терминала Kiwi, закинул денег себе на виртуальную карту и потом завел с этой виртуальной карты уже в кошелек пейзы нужную сумму в долларах или в евро. Давайте сделаем так. Я объясню просто, как это делается на словах. Все будет понятно. После того, когда вы нажимаете Validate Card, вот этот пункт меню, автоматическое, как раз-таки здесь у вас пишут от 1 до 2 долларов. А здесь, если вы отправите скан, понятное дело, что я не могу отправить скан в виртуальной карте, поскольку вопрос не существует. Выбираете автоматическую валидацию карты, вводите код безопасности, ставите галочку вот здесь вот, нажимаете Next. После этого вас перебрасывает на страницу авторизации вашей карты. То есть, Pise пытается снять деньги в размере от 1 до 2 долларов с вашей карты. Вам приходят сообщения, код без пароль для подтверждения операции на телефон. Выводите этот пароль на сайте авторизации владельца вашей карты. Дальше сумма от 1 до 2 долларов списывается. вам приходит смс на телефон о том, что с вашей карты была списана сумма, например, 1 доллар 48 центов. После этого в Pise, в кабинете у вас появляется диалоговое окно с просьбой ввести дробную часть списанной суммы. И у вас стоит 1, будет такое окошечко, где будет стоять 1, запятая, и пустое окошечко. И вот в это пустое окошечко вам нужно внести дробную часть, то есть, внести те центы, которые были списаны, 48 центов или 54 или 92 центов. Вы вводите количество списанных центов и нажимаете ОК. После этого Pise понимает, что вы ввели все правильно, и карта привязывается. И, соответственно, ваши лимиты на ввод валюты с карты уже будут здесь не 0,0, а уже будет стоять неверифицированный аккаунт 500 долларов в месяц, и верифицированный аккаунт будет 1000 долларов в месяц. Вы можете ввести с одной карты. Максимальное количество карт, которые вы можете привязать 3, только 3 визы карт. Соответственно, в месяц максимум вы можете ввести на верифицированном аккаунте 3000 долларов. Как ввести деньги? Как провести верификацию банковскую? Вот это самый сложный вопрос, вызывающий наибольшее количество споров. Я это все проделывал дважды уже. У меня два аккаунта на вот есть такой пункт меню Add Fonds Добавить деньги. Дальше вы можете выбрать каким образом внести деньги на кошелек Пайзы. Либо через кредитную карту, либо банковским переводом. Выбирайте BankWire, вас перебрасывает на страницу. Здесь выбираете валюту, какую вы хотите внести, Russian Federation и сумма, которую вы хотите внести. Есть такая интересная особенность у Пайзы. Если вы вносите в первый раз 999 долларов до 1000 долларов, то Пайза не берет у вас комиссию за эту транзакцию, за первую. Давайте сделаем 999 напишем долларов. А стоимость самой операции составляет 20 долларов. То есть Пайза возьмет 20 долларов за эту операцию, за процедуру внесения денег именно банковским переводом. А наличие именно банковского перевода позволяет сделать аккаунт полностью верифицированным. Пока вы не сделаете банковский перевод, аккаунт у вас не будет верифицирован. Дальше нажимаем Next. И вот смотрите, дальше появляется у нас вот такое интересное. А нет, смотрите, 20 долларов берет Пайза. Видимо, мы заводили по акции. Видите, 20 долларов за транзакцию. Фи, комиссия. 979 долларов у вас окажется на счете. Вот у вас появляется такой вот чек. Дальше вы принимаете условия. Add funds. Вот он, пожалуйста. Теперь вот это все вам нужно будет распечатать вот с этим распечатанным чеком. Делайте либо print screen, либо вот print page тут есть. Распечатывайте и идете в банк, в любое отделение банка. Я ходил в Сбербанк, поскольку выяснил, что самой низкой комиссии все-таки в Сбербанке. Дальше вам нужно будет открыть в Сбербанке валютный счет. Это все делается довольно быстро. Если нет очереди, за 10 минут вам откроют валютную сберкнижку. Стоимость открытия валютной сберкнижки 10 долларов. После этого вы либо покупаете доллары и относите в окошко в кассе, либо просто по курсу даете нужное количество рублей, в зависимости от того, сколько долларов вы хотите внести, и даете распечатанное вот этот принт, который вам выдает пайза. Дальше с деньгами и с распечатанным счетом подходите к окошку, девочка заполняет, ну обычно сидят девочки, девочка заполняет все поля. Если вам очень сильно повезет и девочка не перепутает буковку О с цифрой 0 или цифру 0 с буковкой Д, они здесь похожи и никак не выделяются, а все проблемы возникали именно на этапе заполнения форм. Я знаю, что некоторые наши партнеры ждали по полтора, по два месяца, пока деньги дойдут от нас до Америки. Так вот, если девочка все правильно заполнила, то от двух до четырех, максимум до пяти рабочих дней ваши деньги оказываются в кошельке пайза за минусом комиссии, теперь как выясняется, и вот здесь у вас наверху будет уже стоять не Unverified, а Verified аккаунт. Все. Система понимает, что вы не просто с улицы вышли, не просто какая-то приблуда, а у вас в стране вашего проживания имеется банковский валютный счет. Значит, ваш банк там, где вы живете, проверил вас, проверил, разумеется, паспорт, прописку и все прочие дела, и вы, как полноценный гражданин своей страны, со своего собственного валютного счета отправили в Америку деньги и открыли верифицированный кошелек пайза. Вот, собственно, на этом все. Верификация кабинета пайза заканчивается. Самый сложный этап – это процесс заполнения девочки-оператора платежки. Вот, если вы будете стоять над душой и проверять каждый символ, я думаю, что все у вас пройдет гладко, и через три дня вы будете радоваться верифицированным аккаунтом. Немножечко дополнительной информации, просто по опыту. Что дает верифицированный аккаунт? Скажу так, если вы проводите до 2000 долларов в год по аккаунту, то у вас аккаунт будет рабочий с комиссией 2,5% за каждую транзакцию внутреннюю. Если вносите деньги с картой, то 3,5% комиссии. Но как только вы проведете 2001 доллар, у вас аккаунт, если он не верифицирован, автоматически блокируется до тех пор, пока вы не отправите банковскую платежку, то есть пока вы не отправите деньги через свой собственный валютный счет в вашем банке. Минимальная сумма отправки 50 долларов, а комиссия 20 долларов. Поэтому отправлять 50 долларов невыгодно, чтобы платить комиссию 20 долларов. Но у нас были просто случаи, я знаю точно, ребята отправляли 50 долларов просто, чтобы верифицировать аккаунт, поскольку выводили из систем крупной суммы деньги по 3-5 тысячи долларов, не зная о том, что максимальная сумма по пазе 2000 долларов. После этого кабинеты были блокированы и люди не могли ни завести, ни вывести деньги. И в срочном порядке отправляли по 50 долларов с комиссией 20 долларов, только чтобы провести полную верификацию аккаунта Пайза и продолжить дальше работу. Преимущества у верифицированного аккаунта много, потому что только верифицированный аккаунт Пайза позволяет вам использовать собственную дебетовую, подчеркиваю, именно дебетовую, некредитную карту Пайза. Карта приходит вам с Америки в течение трех недель абсолютно бесплатно. Вы этой карты можете точно так же снимать деньги в банкомате, рассчитываться на автозаправках, в магазинах, делать все, что угодно, без каких-либо ограничений. И в общем-то там вполне человеческая комиссия. По-моему, от 3 до 5 долларов комиссия за транзакцию при снятии наличных денег и беспроцентные покупки в любом магазине. Это очень удобно в этом плане. Ну вот, собственно, это мы все, что я хотел рассказать в этом уроке. Еще одно видео я хочу подготовить, в котором расскажу о том, как пользоваться кабинетом. Назначение вот этих кнопок. Расскажу про реферальную программу. Она работает и очень приятно радует тем, что она есть, поскольку вы получаете по 5 долларов за каждого реферала, который у вас проводит по кабинету 250 долларов. Мелочь, как говорится, а приятная. я неоднократно получал эти суммы. Мне очень нравится реферальная программа в Пайзе. Итак, если остались какие-то вопросы, пишите, пишите прямо в комментариях под видео, не стесняйтесь, я постоянно просматриваю свои видео на канале и обязательно вам отвечу. Если нужна более подробная информация, оставляйте свой почтовый ящик или пишите мне на мой почтовый ящик. Я постараюсь вам помочь по мере своих сил и возможностей. С вами был Валерий Иванов. Это был еще один урок по кабинету Пайза. Всего хорошего, больших вам денег, успехов, пока!